МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли художественный руководитель Московского театра Ленком Марк Захаров. Добрый вечер, Маркан. Здравствуйте. В родном Ленкоме громкая премьера спектакль Вальпургиева ночь по произведениям Виндикта Ерофеева. Вы автор спектакля. Почему вам не хватило гениальной одноименной пьесы Ерофеева, и в спектакле собраны почти все тексты из его произведений? Все-таки при всем моем безграничном уважении и почитании этого человека, я считаю, что в Вальпургиеву ночь его пьесу вот так сейчас нельзя ставить. Почему? Там есть излишние грубости, странности, потажные моменты, которые со сцены могут произвести неприятное впечатление, хотя при чтении они замечательны. Поэтому мы все-таки проделывали определенную работу, но оставаясь ему верны в смысле народных грубостей, так мы называем некоторые слова, которые не употребляются обычно в приличном обществе. Но, значит, тем не менее, вот то, что хорошо в чтении, не всегда хорошо со сцены. Значит, дело не в народных грубостях, дело в смыслах. В смыслах, да. В пьесы Вальпургиевой ночь есть такие широты и долготы, которые сейчас со сцены невозможно воспроизвести. Совершенно верно. Но Шекспира приходится сокращать тоже. Но у вас опыт сокращения колоссальный. Бергюн сдался, причем почти без боя. Так неужели нельзя здесь тоже было взять аккуратненько, рукой хирурга? Вы знаете, что, такие замечательные бриллианты рассыпаны в записках психопата, в пьесе Фанни Каплан, «Москва петушки», естественно, его главное произведение. Потом его дневниковые записи замечательные. Поэтому очень было жалко оставлять. Я понимал, что второй раз я к Венедикту Ерофееву вряд ли обращусь. Хотелось сразу получить все самое ценное и прекрасное, что создал этот человек. Ну, вот такой отбор из произведений вам делает не впервой. Из недавнего это «Небесные странники», когда чеховские рассказы были соединены с Аристофаном. Здесь работа с текстами Ерофеева доставляла большое удовольствие. Большое удовольствие. И вызывало, не скрою от вас, некоторый страх. Потому что нет причинно-следственных связей. Нет привычного сюжета, как в детективе. Здесь та конструкция, которую он создавал во всех своих произведениях, она живая, она пульсирует. Она, скорее, именно пульсирует, а не создает какую-то цепную реакцию причинно-следственных связей. Ну, вот я еще раз подчеркиваю, вы автор спектакля. То есть, фактически, вы драматург. Вы переводите прозу на сценический язык. А каково было отыскивать эти драматургические ходы? Где горячо, где раскаленно, а где чуть-чуть остыть должен? Ну, работал вдвоем с ангелом-хранителем. Он, значит, иногда мне говорил, не так не надо. А вот это вот возьми, не проходи мимо этого. Вот, и, конечно, работа по созданию вот этого текста, она была довольно длительной. Время на отработку, какую-то выверенность внутреннюю того, что сегодня интересно, что сегодня представляет определенный интерес и где он нажимает на наши болевые точки. А вот я вас и спрошу, а когда и что такое вы почувствовали в воздухе, что возникла необходимость в этом Ерофеевском, извините, стебе, в его нерве, в его поэтике? Вы знаете, что? Нам свойственный вообще такой замах очень большой. Вообще российские граждане и руководители России, они стремятся иногда к таким необыкновенным, размашистым проектам, которые иногда плохо сообразуются с бюджетными возможностями. Это касается и высоких руководителей, касается и, может быть, директоров пониже, или менеджеров, или даже режиссеров. И поэтому, когда Венечко говорил Ерофеев, что вы знаете, я по капле выдавливаю из себя энергию. Энергия для нас представляет определенную опасность. Именно по неведению рука ядерщиков коснулась вот этой дьявольской силы, которая превратила энергию атома в страшное разрушительное оружие. Не надо много энергии. Вот надо все делать тихо, спокойно и ненавязчиво. Вот это очень задевает, вы знаете. И про нас с вами, поскольку мы сейчас на телеэкране, в общем, сказано, что, обращаясь к определенному персонажу, он сказал, ну что же это ваше телевидение, ваш хамский юмор. Вот мне понравилось выражение хамский юмор, потому что, ну, действительно, какой-то, так сказать, высокой сатиры и такого юмора имени Бернарда Шоу довольно мало в нашем... Ну, на канале культуры я встречаю такое с удовольствием. Но, тем не менее, в целом все-таки смотрят те каналы, где присутствует хамский юмор, и он представляет определенную угрозу для мозгов человеческих. Ну, Ерофеев, как никто, имеет право об этом говорить, потому что даже в самых запредельных своих высказываниях он остается всегда изящным. Изящным, да, мне это отметили, вот, что мне было дорого, когда я спрашивал, ну, смотрело некоторое муниципальное начальство, я ждал некоторых атак в смысле народных грубостей, так мы называем, это у нас такое название для ненормативной лексики. Знаете, сказали, что нету грязи. Ну, вот интересно, что в Вальпургевой ночи, в самой пьесе, Вальпургевая ночь или Шаги Командора, ни одного, как говорят учителя в университетах, ни одного слова из сакральной, профанной, инвективной вакативы не найти. В общем, этого нет. А в других произведениях получается, что вы чуть-чуть добавили из других произведений. Хотя сделали. Ну, конечно, но все равно это все, так сказать, такие основные философские идеи, они, конечно, заложены не мной, а Венедиктом Ерофеевым, который являлся, является и являлся таким писателем уникальным. У него не было предшественников, я считаю, и, по-моему, нет последователей. На таком уровне точно нет. На таком уровне нет, нет. И его «Москва петушки» поэма переведена, по-моему, на 30 иностранных языков. А вам с Ерофеевым доводилось пересекаться? Нет, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Он из театров, так сказать, естественно, почитал «Таганку» и был знаком с Юрием Петровичем, но у них как-то, в общем, не сложилась какая-то судьба для спектакля. – Артист Московского художественного театра имени Чехова Игорь Меркурбанов в вашем спектакле играет главную роль. Это, наверное, не только потому, что он ваш ученик? – Ну, он такой сейчас свободный художник. В общем, в случае сейчас все люди, которые достигли каких-то высот, высоких орбит мастерства актерского, они, в общем, считают, что они не обязательно должны быть такими крепостными артистами, принадлежать только одной труппе. Они могут себе где-то реализовать себя в каких-то на других площадках. Он как раз относится к такому. – А эта свобода считывается, да? Из зала она считывается. Вы это чувствуете, что что-то в организме у такого свободного актера? – Нет, я не считываю. Я считываю его, некую загадочность его индивидуальности. Он думает больше, чем говорит. Он пропускает какие-то болевые токи через свой организм. Он вообще все, что вокруг происходит, это иногда реальность, а иногда это некоторые его и галлюцинации. Поэтому мне очень нравится, раньше я был поклонником формулы «фантастический реализм», который присутствует в этом спектакле. Но вот агаллюционарный реализм еще существует, потому что галлюцинации – это тоже часть нашего бытия. Мы от них никуда не уходим. И когда вспоминаем свою жизнь, если мы долго прожили, то там есть вещи, которые неотделимы. То ли они были, то ли о них просто много думал. Вот это такая связь очень хрупкая между реальностью и фантазией. – У него отнюдь непростая задача в первом акте спектакля – колоссальные монологи, которые он обращает непосредственно к публике. Я понимаю, что это ваша была просьба – так вести диалог. Вот такое обращение. Почему оно для вас важно непосредственно с залом? – Вы знаете, потому что это все-таки театр абсурда. Это театр Ерофеева, ну, конечно, выполненный средствами московского ленкома и делать вид. Вот, знаете, у нас, как вы заметили, нет момента, хотя много об алкоголе говорят, но никто не пьет на сцене. Вот не потому что мы этого боимся делать, потому что это уже все знают об этом. Как пьют, как морщатся, как радуются алкогольным напитком. И возникает мера условности определенного, отстранения, где вот я могу говорить для вас, но я могу говорить и не общаясь с вами впрямую глазами. Я могу сказать, вы знаете, вы задаете очень интересные вопросы, с вами интересно говорить. Вот, а потом опять возвращаюсь к вам. Но то, что я говорил в сторону, оно относилось к вам. – Я оценил. Спасибо. А из тех артистов, что вы пригласили принимать участие в спектакле, кто-нибудь ненароком не признался, что до репетиции он не любил Ерофеева, не понимал его и, честно говоря, как-то относился, ну, не так, как следовало бы теперь, когда спектакль уже готов? – Ну, вообще, некоторые удивления я заметил, потому что, вы знаете, мы все паниковали перед первыми нашими прогонами, и меня посещало такое некое, некие сомнения. Ну, поскольку Карл Маркс говорил, подвергая все сомнению, я как-то, так сказать, не очень предавался сомнениям, но в всем случае, конечно, сомнения были. Но те люди, которые согласились в этом участвовать и репетировали со мной, репетировали, по-моему, с удовольствием, такие неразговоры мы не вели. Нравится Ерофеев, не нравится. Всем он нравился, раз они с удовольствием работали над ним. – Это не первый спектакль, действие которого происходит в доме для не совсем нормальных или сверхнормальных, пролетая над гнездом кукушки, затмения, из пьесы, поставленной вами Александром Борфом, под вашим художественным руководством. И теперь такие же предлагаемые обстоятельства тоже, наверное, не случайность. Вот эти пограничные состояния, состояния, когда человек не 36,6, а все может взорваться в любую минуту. Это интересно театру? – Это интересно, потому что, знаете, что по-настоящему одаренный человек, он не совсем адекватен. Он, это я еще к тому, что профессия опасная, с ума сходят. Ну, может быть, не так, не то, что становятся совсем безумными, но какой-то момент помешательства легкого, может быть, безопасного для окружающих, оно присутствует в театре. И поэтому, да, интересно погружаться в это. Я ведь тоже себя ловил на мещах. Я оставил доходное место, один из таких спектаклей, которые сделали мне известным в пределах Садового кольца. И я перед началом, я заходил, значит, в костюмерный цех, смотрел, как там режут ткань, понимал, что я не могу объяснить, но неправильно. Вот, потом я посмотрел, как декорации делают, я смотрю, неправильно делают, что-то с ошибками. И потом я посмотрел дом, который строился, где я был записан в кооперативе, тишина на углу Чехова и Садового кольца, и смотрел, неправильно строят. И вот когда я понял, что неправильно строят, я понял, что это некая легкая, едва заметная шизофрения, которую я в себе обнаружил. И которая так полезна бывает. Полезна, конечно. Для художественного руководителя. В этой пьесе и артисты, и персонажи очень талантливы. Требуется определенная работа и от зрителя, безусловно. Вы об этом предупреждаете в программке, в том числе и предупреждаете о народных мудростях. Как я хорошо скажу. Грубостях. Грубостях. И это мудро. Да, да. Спасибо вам большое. Спасибо и с премьерой. Спасибо. Спасибо вам. Марк Захаров. Сегодня в главной роли мы говорили о премьере в Ленкоме спектакль «Вальпургиевая ночь». Низкий поклон за то, что провели время такой кампании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова